Квартира в новостройке, ремонт, покупка мебели. Для Мазыренки Нины желание обустроить новое жилье с максимальным комфортом обернулось судебными исками и потраченными нервами. Акриловая ванна, купленная у индивидуального предпринимателя на рынке Славянский, прослужила всего несколько месяцев, а запомнится надолго. Купили ванну в 2014 году, установили ее сразу же, но пока не заселялись. Решили в Новый год с 2015 на 2016 селиться сюда и уже спустя полгода эксплуатации данной ванны обнаружили трещину. Вот переливное отверстие, горизонтально она пошла. Ванна треснула спустя 8 месяцев после начала эксплуатации. Продавец отказался заменить товар или вернуть деньги. Нина подала в суд. Женщина рассказывает, что довольно долгое время приходилось обходиться без необходимой сантехники. Ребенка купали в ванночке детской, то есть самого младшего. А старший сын и я ездили к родителям. Судебные тяжбы затянулись на месяцы. В итоге производитель, указанный в паспорте, на суде и вовсе отказался от изделия, намекнув, что имеет место подделка документов. Когда вызвали в суд производителя, производитель в суде предъявил оригинальный паспорт, абсолютно отличный от того, что дал нам ИП вместе с ванной, когда продавал. И комплектующие оригинальные. По паспорту производитель один, по факту он неизвестен. Нина считает, что продавец намеренно пошел на обман. Неизвестно, какого производства эта ванна, неизвестно, где он ее взял. Может быть, она вообще у него стояла дома. Он решил ее продать, она ему не понравилась. И наклеил, вот из интернета распечатал паспорт, логотипы фирмы ООС «Анарш Плюс». И воспользовался именем данной фирмы, чтобы реализовать этот товар. Надежда оставалась на экспертизу. Однако и с ее заключением Нина тоже категорически не согласна. Эксперты посчитали, что, цитата, трещины имеют механический характер и образованы в результате плотного динамического воздействия на участок вокруг переливного отверстия. Дефектов производственного характера экспертиза не обнаружена. В результате в иске было отказано. Кассационная жалоба, поданная в Гомельский областной суд, тоже не принесла желаемых результатов. Честно говоря, уже опускаю руки, потому что во всех структурах пишут, мягко отправляют. И ни одна структура не хочет этим заниматься. Кто-то пишет, идите в суд, кто-то пишет, идите в прокуратуру. Никакие факты не принимают во внимание. Никто не хочет этим делом заниматься. Вот, ни одна структура. И, ну, то есть законы, я увидела, что не действуют. Сегодня на месте акриловой угловой ванны стоит обычная чугунная. Нина говорит, что теперь придется подгонять все по-новому. Теперь нужно менять, нам немножко сдвинуть душ нужно будет. Вот. И здесь у нас трубы видны. Двигать нужно будет умывальник, тумбочку ближе. Вот, соответственно, сюда какой-то либо экран, либо как-то закладывать, чтобы не было этого всего видно. Побороться еще или смириться? Ситуацию мы попросили прокомментировать юриста. Вот, статья 437, она устанавливает трехгодичный срок подачи надзорной жалобы для возможности обжалования вынесенных по делу судебных постановлений. Но, опять же, не следует забывать, что для принесения председателям суда надзора протеста по этим вступившим в силу судебным постановлением необходимо существенное нарушение материальных и процессуальных норм законодательства. Первоочередное внимание следует уделить экспертизе и ее выводам, поскольку это основополагающий документ по имеющему место делу. Судебная экспертиза, по мнению героини, была проведена с нарушениями. Правда, это нужно еще доказать. Если выводы экспертов будут другими, то другим может оказаться и решение суда. Сегодня молодая мама больше не хочет искать правду. Нет ни сил, ни средств. А главное, у Нины теперь уже нет никакой надежды на справедливость. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Музырь.